Восьмая беседа вызнана тем, что меня попросили прокомментировать выступление Недзорова Александра Глебовича. Это поговорим о посте. Я, кажется, ни над чем так не смеялся, как здесь. У него доводов никаких нет, а только одно. Чтобы праздник сделать более пышным, как-то отметить, поэтому людей зажали постом, а потом вдруг можно все, а у людей другого нет, как только есть, есть, есть. Ну еще и блудить можно разрешается-то. Да не может быть. Смотрю, правда, Александр Недзоров, я бы мог подумать, что не он. Так же сидит в табачном дыму, так же мрачно смотрит. Я поверил, что это он. Поэтому если это не он говорил, ну тогда, значит, мимо мои слова пройдут. Так вот, Александр Глебович, понятия о посте у вас вообще никакого нету. И вы никогда не постились. То есть вы не знаете поста. Пост настоящий, это не пить и не есть, ничего не брать в рот. А это изменение меню, монахи такой нам пост устроили. Мясное нельзя, а в другое время мясное нельзя, и молочное нельзя, иногда и рыбу нельзя. Иногда можно, то есть через желудок пытались как-то, чтобы люди задумались о том, что есть. Вместо того, чтобы учить в сердце вкладывать, им в утробу вкладывали. Я начальник детского лагеря, повторяю, 40 лет. И вот когда детей я привожу, и сразу Петров пост до 12 июля. Я живу в деревне. Свежее молоко, творог, сметана, мясо. Я ничего не могу взять, потому что я православный. Я знаю эти посты не апостольские. Эти посты не евангельские. Но есть такое в мире выражение без дураков. Я православный, поэтому я строжайше все выполняю. Они не апостольские. Я объясню это сейчас. Но даже когда нельзя есть растительное масло, мы не едим. Ни среду, ни пятницу. И это же дети, все приезжавшие сюда. Но мы стараемся там пост этот не строгий. Разрешается. Рыба, котлеты, разные пирожки там с медом. Сотовый мед привозим. То есть у нас такая еда, что они даже не вспоминают о молочном. Но мне хочется детей угостить молочным. Этот пост никому не нужен. Его нарушают, наверное, 95%. Но я православный. И поэтому я в жизни еще ни разу его не нарушил. Ни в армии, ни в тюрьме, ни в лагере, нигде. Вот однажды мне сделали операцию. Я лежал здесь в больнице. Ну, разрезанный живот там. Ну, наутро принесли поесть. Я говорю, а на чем эта манная кашка-то? Ну, как на чем? Молочная. А нам нельзя пост. Как пост. А что вы будете есть? Что, для вас отдельно будут готовить? Не надо отдельно. Я не буду есть. Даже 6-5 дней. Я 5 дней протерплю. Да вы что? Пошли, сказали, видимо, лещему врачу. Гляжу, они одно тащат, соки тащат. Еще по-другому. Лучше Бог сделает. Когда я летел в Америку, Финьер команда, это, ну, какая там фирма, какой самолету принадлежат. И вот, когда садятся и всем что-то разносят, я просто к месту хотел сказать. А как раз пост был. Стюардессы улыбаются, подходят, дают там всем сосиски. Ко мне подошли, а я по-английски, им отвечаю, у нас сейчас пост. А что можно? Все, что ни мясное, ни молочное. Хорошо, улыбнулись, пошли. И пока мы здесь летели, всем принесли два раза, а мне четыре раза принесли. Там орехи, какая-то земляника, я не знаю, с чего они мне только не принесли. Конечно, это не наше обслуживание. У нас, я знаю, как ответили, еще дали, то и жри, не выкоморивай. Просто человек, испытывающий желание в себе исполнить пост. Я нахожусь, я православный. Повторяю, не евангельские посты. Я ни разу их не нарушил. Значит, можно и в православии себя сохранить. Священники же не принуждают, чтобы пост нарушали. Обычно пост нарушается, бабушки идут, у меня гастрит, батюшка, разреши. Священник, о, милостью Божию, разрешает. У нас ни одна не подходит к батюшке, у нас не положено подходить. Пост или ты соблюдаешь, или не соблюдаешь. Не соблюдаешь, а тут еще на два года. Каноническое правило. У нас все по-другому. Вот сегодня в церкви, в патриархии, даже не знаю, я спрашивал людей, академистов, вплоть до магистра богословия, скажите, сколько у нас действующих правил? 7 вселенских, 9 поместных и святые отцы правила. Они не знают. Я говорю, 989. С точностью до одного. А действующих, остальные были временного содержания, 713. Вы знали это? Нет. 718. А вот исполнять надо их все. А вы нарушаете 413, 57%. Я несколько лет потратил на это. Перевел на русский язык, занимался, симфонию составил. Я еще ни одного не встретил православного священника, который это знал бы. И 413 правил канонов нарушается в церкви в любой. Умышленно. Целенаправленно. Это православие условно только называется. А у вас, у нас ни одного правила не нарушается. Нигде. Меня пытались нынешние священники уловить. В одном городе. Мне сказали, вы тоже нарушаете. Я говорю, нет, нет. Ну, нарушаете. А как? А написано, в бане не мойся с евреями. Написано. Ну и как? Так я не мойся никогда. Я в баню вообще не хожу. Зачем эту заразу собирать? И совсем не ходите. Никто не ходит. Так. Ну, написано, что с евреями вместе нельзя в корчевницу заходить. А я и не захожу. А как дорога едите? Да как? Вот мы с братом были в другом городе. Булку купили. Батон переломили. В хлеб макнул в снег и съел. И все. Я не нарушаю. И они от меня отстали. Я православный. Знаю некоторые правила, они безразличны. Но я православный. Я обязан все выполнить. Не играть в это. И тогда у тебя будет лицо просветляться от поста. Помню здесь сидел в тюрьме и вызвали мне священника причастить меня. Приехал благочин Алтайского края Войтович, отец Николай. Я говорю, я вот сегодня не ел. Это там третий день. Он как? Да как? Да тут такой туберкулез. Я отменяю этот пост. Вы должны есть. Ну, я послушался. Пришел, поел. Я верующий. И поэтому посты назначены для того, чтобы смирить плоть свою. Чтобы душа возымела господство над телом. Вот для чего. Когда нужно, чтобы Бог тебя услышал. Я прочитаю несколько мест. Исфирь. 4 глава, 30 стих. Равный во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование. У иудеев и пост, и плач, и вопль, вретище, и пепел служили поселю для многих. Вот этот, есть такой фильм, есть фильм, прекрасный. Кто не смотрел, посмотрите. В ютубе можете найти. Как они плакали с мордахеями, как молились и как Бог услышал. Ездра первая, 8.21. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы, не для того, чтобы завтра обжираться, а чтобы смириться нам перед лицом Бога нашего. Просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. То есть определенная цель. Не для того, чтобы пост был, а потом уздечку скинули, ешь. Да, Твала, как цыган говорит, когда у вас праздник, когда не хочешь, да ешь. Яиль, 1.14. Назначьте пост. Объявите торжественное собрание. Созовите старцев и всех жителей страны, сей в дом Господа Бога вашего. Иззывайте Господу. То есть нужда определенная, четкая. И мы тогда просим, чтобы Бог услышал. Чтобы голос плоти заглушить, и как тело желает подкрепиться пищей, так, чтобы душа возжаждала подкрепиться Словом Божиим из Святой Библии. Иона, 3.5. И поверили ни невитяне Богу. И объявили пост. И оделись во вретище, от большого из них до малого. Вот что нужно было делать после того, как эти позорные женщины ворвались в храм Христа Спасителя. Объявить пост и молитву. И 3 месяца не открывать храм, а потом осветить его. Из сердца народа обратились бы. Но они не понимают. Они мертвые и глухие, эти священники. Сразу к властям по привычке своей. Сразу власти нажали, сразу судили их. Для чего? Тем более такие угрозы начались. Какие-то пикеты. Надо научиться поститься, молиться и плакать. Захария 8.19. Так говорит Господь Саваоф. Пост 4 месяца. И пост 5. И пост 7. И пост 10. Соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. То есть 4 было поста. И все посты были по одному дню. У нас тоже 4 поста, но они многодневные и по 7 недель бывают. Но теперь Господь говорит, это все было в честь чего-то. Обновление храма. Конкретные причины. Конкретные. У нас никакой причины-то нет. Петров пост. Потому что через неделю после Дня Троицы наступает. А заканчивается 12 июля. А зачем пост, я спрашиваю священников. Ну он положен. Да я не спрашиваю положен. Да для чего? Он даже не знает поп. Некоторые боятся слова поп. Поп это по-славянски. Оно приняло уже негативный оттенок. Это священник. А для чего? А для того, что апостолы, написано, постились, когда прийти на проповедь. И на них возложили руки. Это самый негодный пост. Постятся, а никто на проповедь не идет. То есть пост объявить без назначения его. Зачем? Божья Матерь умерла. Да она, говорит, вознеслась на небо. Предание говорит. А успелский пост. А для чего? Когда во Христе день смерти лучше дня рождения. Экклесиаз говорит. Это в Ветхом Завете было. Тем более сейчас. Это день радости. День торжества. Вот мы отмечаем день апостолов. Отмечается не по дню рождения, а по дню кончины, смерти. И вдруг здесь печаль. У нас посты вообще не имеют никакого назначения. Но я православный. Повторяю, я еще ни разу в жизни посты не нарушил. Нас так приучили с детства. Деяние 13.3. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Вот это Петров пост. Третья ездра 5.20. А я семь дней постился, стеная и плача, как повелел мне ангел Уриил. Иудив 4.13. И Господь услышал голос их и презрел на скорбь их. И во всей Иудее и Иерусалиме народ много дней постился перед святилищем Господа Вседержителя. Отсюда вывод. Православный не знает поста. И Александр Глебович Невзоров не знает поста. И с таким опломбом начинает говорить. Это просто насмешка. Комиссар дьявола называется этот Ярославским княжем. Зачем, чтобы эта кличка к нам прилипла? Зачем? Ничего, кроме позора, в этом ролике я не увидел. Пост для того, чтобы обжирались потом. Ни разу Библию выходит не открывал. Иудив 8.6. Они постились все дни вдовства, она, все дни вдовства своего, кроме дней перед субботами и суббот, дней перед новомесячными и новомесячными и праздниками и торжеств Дома Израилева. Иудив постились. У ней было все. И она не обжиралась. И нигде об этом не видим. Об обжорстве, о котором вы говорите, дальше до отвала и еши, и там болезни какие-то. Да, бывает. И у православных это не один раз бывало. 2 Царство 1.12. И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. Нам надо поститься когда? Да, когда объявить особый пост, что совершилась Октябрьская революция. А дальше особый пост назначили то, что пришла перестройка, и священники ничего не поняли. Опять за старые, опять храмы, опять монашество. То есть России готовится страшная участь. И вина падает только до священства. Ни на Невзорова, ни он руководит там, в чистом переулке. А вот его, Александра Глебовича, как раз бы, его здесь даже и благодарить не надо, а просто сказать. Мы поняли. Мы неправильно постимся. Мы опять взялись за то же самое. Опять с властью. С коммунистами обнимались, целовались. Всех своих посаженных считали предателями, врагами Родины. И вдруг опять с новой властью, я думаю, как они этот переход сделают? Ничего подобного. Заговорили о репрессиях. И уже подмяли под себя и президента, и премьера. Как это так? То есть они по-другому не могут. И Невзорова говорит правильно. Без мирской власти, без насилия над теми, кто не подчиняется им, они не могут не осуществовать. Князь Владимир это государство, и дальше все цари. Они этого не знают. Правильно у нас могут сегодня объяснить, это только сектанты. Сектанты. Баптисты, пятидесятники, на стороне которых не было власти. И они вот отделенно скрывались, отдельно молились, отдельно печатали, их гнали. У них никакой связи с властью не было. Я говорю об отделенных баптистах. Вторая царств, 12-22. И сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал. И подумал, что знает, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живым? Живо. Что он после этого поста начал обжираться? Он царь. У него все есть. Его никто не заставлял, поста не было. Он сам на себя наложил. Ну судя по тому, как это объясняет Александр Глебович, он даже не слыхал про это. А с таким опломбом отвечает, на все отвечает. Зачем губишь душу свою? Зачем? Как можно теперь под это подогнать всех? Я перед вами сейчас, я почти всю жизнь, но ни разу не постился, чтобы обжирать все. Я мясо вообще в рот не беру. У меня его нет. И у меня пища, что пост, что не пост, практически бывает одинаковая. Я даже не замечаю. Но вы меня ставите в это же. Я должен с вами соглашаться. То есть соглашаться с тем, что это не я. Я не буду рассказывать историю какую-то. Зачем моя жизнь, это история. Я знаю, что у меня сколько людей. Друзья у нас все до одного постятся и не обжираются. 1 Коринфян 9, 27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Марка 2, 18. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему, к Иисусу, и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? То есть пост был, и никто не постился для того, как вы объясняете, я к Невзору обращаюсь, для того, чтобы сделать более пышным праздник и как-то отметить. Там не было ни попов, никого. Это не православная церковь. Постятся везде. Везде постятся. Во всех, даже не верах, там религия где-то, по-разному. Но назначение у всех одинаковое. Смирить тело свое, чтобы душа была госпожою. Вот это я разобрал. Еще один ответ. Во свете Библии. И во свете Библии открытым оком. Во славу Божию.